Меня часто спрашивают, кто такой гимназист? И я объясняю, что дело не в популярном выполнении домашних заданий, спортивной подготовке, хороших взаимоотношений с классом. Но нет, речь про нечто большее, друг мой. Всем нравится жизнь физматик. Кому-то ближе к геометрии, другим физика, третьим вообще литература, но гимназист, он не такой. Потому что настоящему гимназисту нужно сразу всё. Шалом, Ромер. Здесь сейчас сидят люди, которые искренне не понимают, как ты таки умудрился написать ЕГЭ на 300 баллов. Я тебе верю. Сделай и так, чтобы они поверили. Молодой человек, все мы, кроме Авраама Давидовича, проголосовали за вашу виновность в нечестном написании экзаменов. Но по правилам, решение комиссии должно быть единогласным. Что ж, Роберт, расскажите нам свою историю. И начнём мы, пожалуй, с геометрии, потому что мне известно, что вы её не знаете. Хотите услышать язык знаний? Загляните на Алтайскую 15. Я в жизни не слышал, чтобы люди так разговаривали. Я уверен, что в вашей гимназии я получу отличные знания. Да к чёрту знания. Первое правило Алтайской – твоя главная обязанность, чтобы в дневнике стояли пятёрки. Никто, будь ты хоть Саша Карева или Кирилл Петрюков, никто не знает, как учителя выставляют оценки. Поставят ли они тебе полтора или два равно три, никто не знает. Особенно мы, ученики. Да, понятно. Ещё один секрет успеха – обратно расслабьтесь. Сколько раз ты играешь в доту? Что? В доту? Ну да, в доту! Не знаю, раза три, четыре, пять. Это какой-то жалкий детский уровень. Я играю не менее двух часов в день. Так часто? И у вас совсем не пропадает желание? Я делаю это не потому, что мне этого хочется, потому что мне это надо. Понимаешь, целый день треугольники катят и бац, 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 ть-ть-ть-ть-ть. Некоторые даже с ума сходят Это не я придумал, это не детский скидок Да, отдых нужен, именно А иначе, склеишь шаловливые лапки И пойдешь клюв Нет, сэр, я не хочу этого, у меня большие планы Отлично, а левочку? Давай Весь этот год я изучал все тайные секреты геометрии Пахал как полк, готовясь к экзамену Господа Вынуждена признать, это звучит правдоподобно Ну давай таки, расскажи им Какая у вас была муштра на уроках алгебры Ну что Лоды, лентяи, бездельники Начнем урок Класс Приступить к молитве Это моя тетрадь Таких тетрадей много Но это тетрадь моя Я должен научиться владеть тетрадью так же Как я должен научиться владеть своей жизнью Без меня тетрадь бесполезна Ведь в тетради бесполезен я Я должен решать примеры быстрее, чем кто-либо другой Кликнусь перед Богом Мы не боимся задач Мы спасители математики Пусть будет так Пока еще остаются нерешенные примеры в этом мире Класс Вольно Приступить к уроку Это еще ничего не значит Математику можно зазубрить, отточить Но русский это же совершенно другой предмет Здесь нужно эрудиция, интуиция, языковое чутье Язык нужно любить Вот расскажите нам, откуда у вас любовь к языку Ну с блоком А и Б все просто до безобразия У нас в школе к нему нельзя не подготовиться Итак, девчонки Пора делать блок А и Б А я пока отойду Приду, проверю Тебе что, нужно особое приглашение? Блока не делаю Не делаешь? Не считаю нужным Как это? Не делаю потому, что все говорят, что я должен делать Сидеть и точить блока Это для бестолковых Знаете, что это? Самая маленькая скрипка в мире Которая играет только для ЕГЭ по-русскому Ты вообще не понимаешь, о чем говоришь Задания по-русскому одни из самых сложных По информатике тоже тяжело Но никто не делает ДЗ по этому предмету По-русскому делать, по информатике нет Он меня убедил Тоже не буду делать ДЗ Это кто здесь не делает ДЗ? Он не делает ДЗ Почему? То он не верит в ДЗ Заткнись Что значит не веришь в ДЗ? А ну-ка садись и делай, ты у неядец Ладно Раз уж ты попросил, тогда буду делать А так бы не делал Да мне без разницы, что ты там не делал Да, про грубую силу я совсем забыл У меня больше нет вопросов Да как же нет? Вы все ходите вокруг да около Вопрос не в математике, не в блоке А и Б по-русскому А в блоке С В нашем классе есть человек, который редко бывает в школе И встретить его можно только лишь на вечеринках, которые устраивает он сам И вот однажды я пришел на праздник для того, чтобы найти этого человека Где я могу найти хозяина вечеринки? Спроси у них Он перечитал всю классическую литературу И только он мог помочь мне в написании сочинений Вы знаете виновника торжества? Да его здесь никто не знает Проблема заключалась лишь в том, что он не любил лишний раз попадаться на глаза Где хозяин вечеринки? За тобой Про знакомство с старина Но мне посчастливилось с ним познакомиться Немыслимо! Судьба помогла вам сдать два предмета на высший балл Но есть же еще английский язык Язык, для владения которым людям не хватает всей жизни Язык, с навыками которого необходимо родиться И тренировать их ежедневно Как? Скажите, как вы умудрились сдать его на 100 баллов? Какими такими высшими силами? Мой отец англичанин Я знаю язык из детства 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 Субтитры сделал DimaTorzok